Всем привет! Это канал «Давайте разбираться». Здесь мы расскажем про те косяки, которые многие совершают после летней спячки машин. Погнали! После того, как операторы долго не подходят к машине, начинают забывать определенные моменты и выпускают такие вещи. На штурмале это грибок. Его задел, он нажался. Чтобы его отпустить, его надо чуть повернуть, и он допрыгивает. При этом, когда нажимаешь эту кнопку, вылезает вот такое сообщение. Примерно так же на этих терминалах, на этих дисплеях, выглядит ошибка. Но когда выходит ошибка, проваливаешься туда и видишь номер ошибки. Сейчас как бы тоже окошко выпрыгнуло, типа это ошибка. И он показывает Escape, галочка «Нажми». Мы нажимаем галочку, а ошибок нет нигде. И машина при этом не едет. Она не трогается, фризу не включает. Когда люди забывают об этом, у некоторых начинается паника. Что за ерунда, у меня какая-то ошибка без номера, я не знаю, что делать. Если машина на стиках, как в данном случае, то эта кнопочка находится вот здесь. Вот она как раз, эта кнопочка «Стоп». При том, что нажать ее достаточно просто нажать. А чтобы выключить, видишь, она не выключается. Ее нужно нажать и подержать. Тогда она выключается. На Пистенбуре 600 эта кнопка выглядит вот таким образом. Эффект дает тот же. Нажали, у нас есть ошибка. Ошибка без номера. Чтобы выключить, нужно нажать и подержать. Косяк заключается в следующем. Вот здесь находятся краны для подъема платформы и кабины. В данном случае это Пистенбуре 400. Нижний кран у нас активирует гидравлику. Для того, чтобы мы могли поднимать кабину с платформы. В верхний кран мы выбираем подъем платформы, либо подъем кабины, либо одновременно подъемы кабины и платформы. Если нижний кран активирован для подъема кабины платформы, в таком положении машина со стояночного тормоза не снимется с ручника. Там кран опускаешь, движение включаешь, газ даешь, она все равно не ей. Насосы гудят, потому что в тупик качают. Соответственно, лампочка ручника тоже не гаснет, он не выключается. Не могут поехать. Это уж совсем такие смешные ошибки. Опытные ребята быстренько вспоминают, да, забыл переключить кран. Новички, бывают случаи, звонят нам. Не могу понять, в чем дело. Пытаюсь тронуться, машина не трогает. Сделано это для безопасности. Когда ты поднимаешь кабину платформу, ты стоишь уже на гусеницах, здесь на машине. Чтобы она ни в коем случае самопроизвольно не поехала. Для того, чтобы поехала, нужно вернуть кран в транспортное положение. И дальше уже садимся за штурвал, снимаем машину с ручника и поехали. Вот мы пытаемся убрать натяжку гусениц. При этом смотрим на цилиндры, а натяжка гусениц у нас не убирается. Да, такое происходит, когда оставили машину на летнее хранение с полностью выдвинутыми цилиндрами для натяжки гусениц. Они выдвинуты до упора. Летом масло нагревается. Достаточно сильно расширяется. В цилиндре возникает давление. Замки гидравлические, которые стоят на цилиндре, подпираются этим высоким давлением. И когда мы потом пытаемся убрать натяжку гусениц, нам это сделать не удается. Потому что они подклиненные. Как решить эту проблему, смотрите в нашем ролике. Косяк называется сальники на навесном оборудовании. Заключается он в следующем. Когда на летнее хранение навесное оборудование оставляют демонтированное с машины, когда шланги отключены от машины, то получается, что в цилиндре и в шлангах остается масло. Приходит тепло, масло нагревается, достаточно сильно расширяется. Деваться ему некуда, так как вот в этих БРС-ах внутри установлены клапана. Вот эти вот иголочки. Это клапана, которые закрывают масло. Не позволяет ему вытекать. Масло расширяется внутри цилиндра. Возникает избыточное давление. И начинает выдавливать сальниковые уплотнения. Если это цилиндр, то это на самом цилиндре в районе штока. Если это фреза, то не только цилиндры, но и гидромоторы. Сальник гидромотора. Как менять сальник гидромотор, мы тоже показывали уже в серии. Если хранение навесного оборудования осуществляется все-таки отключенное от машины, когда начинается потепление, периодически необходимо подходить, стравливать давление. Давление можно стравливать. Либо ослаблять гайку от БРС или от цилиндра. Можно ключом. Можно надавить на клапан. Там стоит пружинка. Продавить клапан и отсюда вытечет масло. Здесь давления нету. Вот видно, как работает клапан. И периодически необходимо стравливать это давление. В противном случае будет неприятный сюрприз, когда вы решите запустить машину, начать работать, и выясните, что уплотнения подтекают или вывернуло сальник на гидромоторе. Следующий косяк. Там был написан БРС. БРС – это быстроразъемное соединение. Это как раз вот эта вот часть быстроразъемная, потому что быстро откручивается, закрывается клапан, потери масла практически нет, и все бы замечательно. Но когда оставляют хранить навесное оборудование на улице, под дождем, эти БРС начинают ржаветь. В этом, как вы понимаете, тоже ничего хорошего нет. Были случаи, на моей практике, когда с благими целями для хранения БРС укутали пленкой, застегнули стяжкой пластиковой и оставили таким образом. Опустили вниз. И получилось, что БРС завернуто, несет вниз. Пока шли дожди, стекала вода, просочилась сквозь пленку, набралась пленки, вылиться оттуда, соответственно, не может. Появился парниковый эффект, который гниение ускорил в разы. И когда пытались запустить машину, глубина раковин от коррозии была более полутора миллиметров. Соответственно, при подключении уже никакое уплотнение не держало. Подключили, только начали работать с навесным, сразу потекла гидравлика. Так делать тоже нельзя. Если оставляют навесное оборудование храниться на улице, ну, к примеру, нет возможности спрятать в гараж, под навес, еще куда-то, то нужно позаботиться о том, чтобы укрыть все резинотехнические изделия, ну, в идеале, всю машину укрыть, от воздействия атмосферных осадков. Ультрафиолетовый, сам ультрафиолет, очень сильно и быстро разрушает резину. Выглядит это вот таким образом. Вот что происходит со шлангами, с рукавами высокого давления. Если заглянуть во внутрь шланга, на стартовом этапе такого разрушения вроде как не сильно страшно, потому что идет внутренняя резиновая оболочка, несколько слоев стального корда и внешняя резиновая оболочка. Здесь мы видим, что разрушается внешняя резиновая оболочка. Она уже потрескалась. При этом шланг еще пока герметичен. Но дальше потрескавшаяся резина начнет отслаиваться, осыпаться, оголиться стальной корд. Корд начнет ржаветь. Когда проржавеет и прославнет корд, тогда шланг лопнет. То же самое происходит со всеми резинотехническими изделиями на машине. А вот как раз видно, что дальше уже происходит отслоение, осыпается внешний корд. Видим стальной и уже ржавый. Соответственно, такой шланг проходит недолго. То же самое происходит со всеми резинотехническими изделиями. Колеса машины, резиновые ленты гусениц. Это сильно сокращает срок эксплуатации этих деталей. При этом важный момент. Если вы стараетесь укрыть машину от солнца, тоже нужно подходить к этому с головой. Просто накрыть машину пленкой или баннером, а также навесной гусеницы, тоже ничего хорошего. Если вы закроете недышащим материалом, вы создадите парниковый эффект. И все равно оно будет иметь свой микроклимат и будет так же гнить, как в парнике. Резину от ультрафиолета вы, конечно, защитите, но сделаете хуже всем металлическим изделиям. Косяк заключается в следующем. Когда машину отправляют в летнюю спячку, ну, как бы по умолчанию, все операторы выключают все клавиши. Все клавиши у них выключены наверх. Все это повыключали, убедились, что все выключено и оставили машину. Когда приходит осень и пора начинать работать, запускают машину, обули, одели, поехали, включают фрезу, вращение. А вращение не включается. Что только не делают. Ну, не крутится фреза и все, ты хоть убейся. Проблема таится в следующем. Причем этот косяк совершают многие очень опытные операторы. Не могут понять. Начинают лезть в насосы, проверять электронику. Что только не делают, все выясняют. Дело зачастую прячется за кнопочкой 3П. 3П, P это помпа, насос. Клавиша 3П отвечает за следующее. По умолчанию, третий насос, который вращает фрезу, должен работать на заднюю фрезу. Но, если у машины есть фронтальный отсекатель, такие же выходы большие в РС для фрезы спереди, чтобы вешать шнекоротор, пайповую насадку или еще что-то, насос используется один. Есть клавиша переключения. Задняя фреза. Нейтральное положение. Передняя фреза. Какую включишь, та и будет работать. Так как все клавиши выключаются у нас наверх, в летнюю спячку эту клавишу тоже выключают наверх. Хотя всю зиму они знают, что положение должно быть таким, и зимой никто не переключает ее вперед. Выключили. Забыли. И фреза не вращается. Соответственно, для того, чтобы она заработала, нам просто необходимо опять включить клавишу 3П для работы заднего навесного оборудования. Заново опустить, активировать фрезу и проверить, работает или нет. Так может быть, фреза не работает из-за того, что у нас нет ратрака? Машину хранить необходимо всегда с полным баком топлива. Предварительно, если это длительное хранение, как в нашем случае летняя спячка, необходимо слить конденсат с бака, если он есть, как минимум проверить. Убедиться, что его там нет. Заправить бак до полного и оставить машину на длительное хранение. Если этого не сделать, оставлять минимальный уровень топлива в баке. Образовывается конденсат, образовывается коррозия, начинает все ржаветь. Если вода и ржавчина попадают потом в топливную систему, в лучшем случае забивает топливный фильтр и мы не можем запустить машину, в худшем случае доходит до топливной аппаратуры и убивает топливную аппаратуру. Ну и соответственно, для того, чтобы слить конденсат, в нижней части топливного бака у нас есть сливная пробка. А это значит, что залезаем под машину, откручиваем пробку, сливаем конденсат, после этого заворачиваем на место пробку, заполняем бак под завязку. Если этого не сделать, помимо проблемы с тем, что вода и ржавчина могут попасть в топливную систему и засорить ее, еще бывает проблема, что вода и в баке, и попавшая в топливную систему с наступлением морозов замерзает. Эта проблема уже посерьезнее. Просто заменить топливный фильтр недостаточно. Машину каким-то образом надо отогреть. Нужно отогреть топливный бак, отогреть топливную магистраль, удалить оттуда воду. Очень геморройное занятие, которое съедает кучу времени. Следующий косяк – это хранение машины с навесным оборудованием на улице, прямо на грунте, на земле. Как ехали, 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 остановили ее на снегу, навесное фрезу от вольный нож опустили, так и остановились. Все лето машина стоит на земле. Само собой, летом земля оттаивает. Треки начинают врезаться в землю. С осенью приходят дожди, потом резкие морозы. Все это обледеневает и начинаются проблемы. Надо запустить машину. Мы не можем ни поднять фрезу, ни поднять отвал, потому что это вмертво все в лед. Либо через силу начинаем отрывать и, скорее всего, что-нибудь повредим. Начинаем движение. В первую очередь вот эти шипы, потому что они вращаются, защелкивается на них колечко. Если посильнее резко дернуть, отстегивается. Когда с замерзшего грунта начинают движения, были такие случаи, машина поехала, все шипы, которые в определенном порядке располагаются на машине, все остались в земле. Казалось бы, банальная проблема. Очень логично, что после дождей может быть мороз и машина вмерзнет. Тем не менее, такие ошибки допускают достаточно часто. Продолжаем. Следующая проблема, вытекающая из первой. Не поднимается кабина, слишком высоко фреза. Бывает так, что учитывают момент, что машина может вмерзнуть. Соответственно, если хранить больше негде, делают настил из досок, загоняют гусеницы на доски, машину загоняют на доски. Под отвал и под фрезу что-нибудь подкладывают. В частности, могут подложить такие же поддоны. Фрезу и нож хранят на поддонах. Пришла осень, решили проверить машину, запустили ее, нужно поднять кабину и платформу. В штатном режиме переводим краны на запущенном двигателе, нажимаем на кнопку, кабина платформа поднимается. При этом обязательные условия – это опущенное навесное оборудование, опущенный отвал и опущенная фреза. Положение фрезы поднято-опущено, считывается датчиком, который там стоит. Если фреза опущена не полностью, а электроника не даст разрешения на подъем кабины с платформой. Осеннее ТО. После того, как машина отработала, ее оставляют в летнюю спячку и дальше уже сам решает. Осенью сразу по завершению сделать ТО, заменить все масла и фильтра, либо сделать это перед сезоном. Мы всегда рекомендуем это делать по завершению сезона. Закончилась работа, сразу слили все масла, заменили фильтра. В этом случае плюсов у нас намного больше. Первый плюс – вся взвесь в масле, которая образовывается в процессе работы, масло оно не только смазывает, но оно и моет механизмы. Вся грязь, которая намыла из механизмов, все это взболтано в масле. Если сразу сливаешь, все хорошо. Если оставляешь это масло и думаешь, да, осенью заменю, ничего страшного, сейчас лето, отпуска, сезон был тяжелый. Машина все лето хранится, а это там несколько месяцев, а то и полгода. Не запускается, никто не трогает машину, вся взвесь оседает, становится прям жестким, тяжелым слоем. Потом вроде запустили, прогрели, чтобы слить масла, но весь вот этот чамру, который образовался, он не успевает так быстро подняться. И он оседает на дне карсера. Поэтому мы рекомендуем сливать сразу. Это первый плюс. Второй плюс – когда вы делаете ТО по завершении сезона, во-первых, у вас еще в свежей памяти те мелочи и косяки, либо неисправности, которые случились, вы можете их сразу зафиксировать и заказать запасные части, потому что запасные части поставляются небыстро. Второй момент – делая ТО, вы все равно лазаете под машиной, на машине, так или иначе все осматриваете. Сливая масло, вы видите, есть стружка в масле, нету стружки. Если есть стружка, к примеру, в редукторе сливая масло, видим, что там металлическая стружка, значит ничего хорошего. Скорее всего, надо вскрывать редуктор, выяснять, что именно разрушилось, заказывать запасные части. Если это происходит, опять же, в конце сезона, у нас есть много времени, чтобы планово заказать эти запчасти, планово установить их и подготовить машину к сезону. Если мы планируем это делать прямо перед самим снегопадом, или как только лег первый снег, нужно срочно ехать работать, а мы выясняем, что какой-то узел разрушенный, что-то сломано, запчасти нужно заказывать, запчасти идут долго, начало сезона сорвало. Поэтому мы всегда рекомендуем делать это именно по завершению сезона. Отправляя машину в летнюю спячку, тоже далеко не все обслуживают аккумулятора. Когда машина хранится летом неподвижной, аккумуляторам тоже надо уделять время. В идеале их, конечно, снять, проверить плотность, если аккумуляторы обслуживаемые. При необходимости и возможности поднять плотность, зарядить аккумуляторы. Если это невозможно, аккумулятор свое уже отжил, само собой приготовиться и заранее приобрести новые аккумуляторы. Соответственно, если видите, что клеммы на аккумуляторах окислены, грязные или ржавые, это необходимо почистить и при обратной установке смазать. При этом проверить аккумулятор ариометром, проверить плотность. Ну и проверить, если есть возможность, нагрузочной вилкой. Сейчас у нас напряжение почти 12 вольт. Даем нагрузку. Подробную информацию о том, как обслуживать аккумуляторы, как их заряжать правильно. И вообще, что с ними делать, сейчас погружаться не будем, потому что об этом информации, доступной информации, невероятно много. Ну и напоследок. Перед тем, как запустить машину, не забывайте подключать подогревы 220, для того, чтобы облегчить пуск двигателя. Напоминаю, что пользоваться этим подогревом кратковременно смысла не имеет. Мощность ТЭНа достаточно слабенькая. Чтобы прогреть двигатель при минусовых температурах, подогреву необходимо проработать не менее 4 часов. Надеюсь, эта информация вам пригодилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok